Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Два дня назад я сыграл товарищеский матч с кандидатом в мастера из города Киров Артёмом Гагариным. Партии получились интересные, но может быть где-то много ошибались, но борьба была очень напряжённой. В матче мне удалось победить, но сегодня хочу вам показать две интересных партии. В одной из них, кстати, Артём очень красиво выиграл с помощью комбинации. Начнём с неё. Самая эффектная партия, наверное. Нам выпала следующая жеребьёвка дебюта. CD4, HG5, GH4, DC5, FG3. Ну и в партии я сразу же сыграл ED6. То есть гаражу разменяться FE5, поэтому Артём нападает GF4 и заставляет меня закрываться GH6. Далее в партии было BC3 и чёрным надо меняться FE5. Лучшего нет. Ну можно побить ED на F6. Свести к плану, который был во второй партии. Но в первой партии Артём побил шашкой H4 на F6. И здесь на самом деле у белых очень серьёзное преимущество. Партия имеет теоретическое значение, поэтому давайте её рассмотрим. Белый играет HG3. Ну и видите, у чёрных проблемы. То есть застряла шашка H8, застряла шашка A7. Для того, чтобы разгрузить свой правый фланг, чёрным надо меняться. BE5. Так я и сыграл. Белый играет GH4. Здесь в курсе шашечных дебютов кроссмейстера Виктора Литвиновича и мастера Николая Негры рекомендуется ход CB6. Но во время партии мне так играть не захотелось. Потому что у чёрных шашки на правом фланге стоят очень некрасиво. Я нашёл интересный ход. DE7. То есть что я хочу. Если белые теперь разменяются, проведут удар, то видите, их дамка тут же ловится. И возникает примерно равная позиция. У белых тут никакого преимущества нет. Меня это устраивало. Артёма, естественно, нет. Поэтому он здесь, в этой позиции, нашёл классный ход. AB2. Теперь же F6 играть плохо, потому что белые нападут уже CD4. И у меня снова возникают проблемы. Поэтому я переплачёл разменяться CB4. Это, наверное, лучший план игры. Белые нападают разок. BA3. Ну и после размена CD6 также уходят на фланг. Возникает гамбитная позиция. Ну видите, у белых по большой дороге всего одна шашка, C3. А у чёрных сразу же две. Это же 7 и H8. Поэтому их шашка H8 застряла. Поэтому у белых здесь преимущество должно быть. Ну это на интуитивном уровне, понятно. Далее в партии было BC7, GA6. CD6, GF2. GF6, FE3. DC5. Как говорится, подходим, подходим, не стесняемся. Ну и в этой позиции у белых сильнейший ход EF2. То есть на ход FE5. Белые уже играют FG3. И в этой позиции я ошибся. И Артём провёл очень красивую комбинацию. Кто не смотрел стрим, попытайтесь найти комбинацию. Можете поставить видео на паузу. И найдите выигрыш до белых. Белые начинают и выигрывают после хода ED4. Побили, побили. Ну и выясняется, что в какую сторону чёрные не бьют, они проигрывают. То есть если бить на поле C5, тогда белые отдают ещё одну шашку, CD4, затем ещё одну GF4. И прорываются в дамки с выигрышем. Если же в этой позиции побить, допустим, на поле D2, как было в партии, тогда белые проводят примерно такой же ударчик. Красиво побеждают. Очень эффектная партия. Я же после хода АЖ7 ловил Артёма вот на такую идею. Если белые шаблонно разменяются, то есть вначале Артём хотел разменяться назад GF4, то инициативой уже овладевают чёрные. Допустим, GF6, FG3, ED6, GH4, B3. Ну и на ход EF4 чёрные, у которых недостаток темпов, они жертвуют шашку AB4 и играют CD4. И здесь у белых есть 4 хода. AB6 уже проигрывает. Иногда так играют начинающие. Ну, допустим, после того, как чёрные отыгрывают шашку, допустим, CD2, AB6, DE3, BC5. На нападение в G5 чёрные отходят. Надо меняться, лучшего нет. Тогда чёрные играют DE5. Ну и допустим, на ход FG3 уже играют CD4. Белые жертвуют ещё одну шашку. Ну, видите, приходится жертвовать вторую шашку. И чёрные здесь свободно проводят все три шашки в дамке и строят треугольник Петрова с выигрышем. Поэтому выяснили, AB6 уже проигрывает. Также плохо в этой позиции жертвовать шашку в эту сторону, DE3. Это очень плохо. Ничья ещё есть, но хочу привести партию Симонян-Габриэлян с переменой цвета. То есть гроссмейстер Габриэлян победил в партии мастера Бориса Симоняна. Далее в партии было чёрные поставили дамку, белые отходят, и чёрные выигрывают вторую шашку после нападения. Белые, допустим, играют GH2, и чёрные уводят дамку на поле H8. То есть А1. Белые отошли на Е3, ну и после хода DE5 здесь, наверное, всё-таки следовало напасть на G5 и постепенно достигать ничьей. А белые отошли на поле D2 и дали чёрным очень важный темп. Они, чёрные, сыграли ЕD4, ну и здесь уже на ход дамкой на А5 сыграли DE3. Белые напали АБ6, и чёрные успевают закрыться дамкой. Приходится отходить, и чёрные играют F7 и успевают провести шашки в дамке. Например, АБ8, ЕF2, белые зашли в люпки, чёрные отдают шашку и ставят дамку на G1. То есть грозят поймать белых либо таким ходом, либо таким. Приходится поэтому играть HG7, но здесь у чёрных лёгкий выигрыш. Ставим дамку на поле Е3, ну и на единственный ход, на постановку дамки, отдаём шашку и затем вторую, вернее, дамку отдаём. И чёрные легко побеждают. Именно так и было в партии. Так, то есть выяснили ДЕ3 играть плохо. После ДЦ3 и хода АБ6 у белых здесь возможны проблемы. Неоднократно мне удавалось выиграть с помощью шлифа, который нашёл гроссмейстер Максим Фёдоров. То есть в своей книге энциклопедии Эншпиля он привёл такой вариант. Чёрные ставят дамку и на ход БА7 просто меняются FG5. Видите, ставить дамку белым нельзя, приходится играть FG5, тогда чёрные ведут вторую шашку в дамке. Белые ставят дамку и чёрные играют CB4. Вот здесь в этой позиции сразу же к ничии ведёт неожиданный и труднонаходимый ход HG7. То есть как бы чёрные не били, но лучше побить дамкой. Белые занимают большую дорогу. Ну и чёрные здесь, несмотря на две лишние шашки, победить не могут. Если же в этой позиции белые не видят этого, здесь есть вторая ничья. Может сыграть B7, ну и на ход BC3 пожертвовать шашку и зайти в любки. здесь чёрные победить не могут. Можете убедиться в этом сами. Это ничейная позиция. Если же белые делают какой-нибудь шаблонный ход, допустим на H2, тогда уже чёрные играют BC3 и проводят вторую шашку в дамке. Затем отъедают шашку G5, затем разменивают шашку C1 на одну из дамок и проводят шашку А3 в дамке. И возникает так называемая проводка шашки C1, но в данном случае F8. Это выигранное окончание. Кто не знает как проводить шашку C1 в дамке при шашке на А3, в данном случае на А6, ссылочку оставлю в верхнем правом углу. Ну и наконец самая чёткая ничья в этой позиции. Надо сыграть сразу же напасть в G5. Ну и после того как чёрные отходят надо пожертвовать шашку именно DC3. Теперь белая игра от AB6. Ну видите, бесполезно ставить дамку, так как у чёрных возникает цукцванг. Если бы был ход белых, они бы проиграли, но ход чёрных, поэтому приходится как-то сдвигать шашку и белые успевают уже пройти в дамки. Видите, если же в этой позиции отдать две шашки, ну проще всего форсировать ничью таким образом и поставить дамку. белые отдают две шашки так же и обе стороны прорываются в дамки с ничьей. Это важная гамбитная позиция. Я ловил Артёма именно на эту идею. То есть в этой позиции я ещё чувствовал во время партии нельзя было играть HG7 он проигрывает из-за комбинации ED4 а правильно было играть ED6 и теперь если белые меняются назад то всё сводится уже к рассмотренной нами позиции. То есть опять возникает эта позиция чёрные жертвуют шашку и начинают давление. Кстати после хода ED6 очень красиво проигрывает HG5 здесь уже чёрные проводят комбинацию сейчас переверну доску можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за чёрных в принципе не сложная но красивая комбинация отдаём одну шашку затем ещё две затем ловим дамку белых и наносим очень красивый удар смотрите снимаем сразу же 5 шашек соперника вот по такой траектории наносится удар так очень красиво смотрите какой замысловатый удар даже не знаю как его назвать какая-то петля получилась Нестерова как сказали бы лётчики и чёрные здесь даже побеждали так что ещё интересного было в этой позиции так если после ЕД6 белая игра от ЕФ4 ну здесь была простая ничья допустим БА3 чёрные грозят сыграть СД4 поэтому приходится играть ДЕ3 тогда нападаем с этой стороны и меняемся затем назад возникает примерно равная позиция здесь проблемы у чёрных нет теперь рассмотрим первую партию данного микроматча в которой я уже мог одержать победу но к несчастью мне это не удалось сделать из-за цитнота снова этот дебют СД4 HG5 GH4 DC5 FG3 обратная игра Бадянского в партии Артём сыграл сразу же GH6 ушёл на бортик ну и я здесь предпочитаю играть план гроссмейстера Владимира Вигмана и мастера Якова Гандлина игра DC3 а не BC3 то есть если теперь чёрная игра от CD6 я играю от CB4 и партия сводится к классическому дебюту обратная игра Бадянского если же чёрная игра от ED6 как было в партии тогда я играю G4 ну и после размена FE5 игра именно CD2 в чём идея то есть на ход AG7 мы уже проводим комбинацию ED4 и там белые владеют инициативой на самом деле у белых выигрыша нет то есть даже после хода AG7 комбинация не выигрывает приходится играть CB4 и здесь чёрных выручает неожиданный ход DC5 то есть здесь белые победить не могут чёрные затем игра шашкой на А5 ну и либо ловят дамку белых после FG7 либо затем игра CD6 и дамка белых неминуемо гибнет возникают примерно равные позиции EF6 в этой позиции за чёрных играть плохо так как мы уже выбиваем царскую шашку у чёрных на D8 играем CB4 и видите никогда нет нападения CB4 из-за того что белые проходят дамки компьютер ещё показывает сложную ничью после FE7 и FE5 ну конечно так играть за чёрных совсем не хочется поэтому в партии обычно все играют за чёрных BA5 тогда мы играем CB4 ну и план Вигмана и Гандлина в чистом виде выглядит таким образом чёрные играют EF6 тогда играем BC3 и на ход FE7 играем AB2 теперь чёрным надо нападать FE5 лучшего нет тогда белые играют ED2 не дают HG7 из-за комбинации здесь уже комбинация будет очень хорошая за белых поэтому чёрным приходится играть EF6 тогда играем BA5 и в ответ на нападение FE5 здесь всё-таки чёрные достигают ничей они уже смело попадаются на комбинацию проводим удар но здесь за счёт лишней шашки чёрные легко достигают ничей правда мне удалось найти прикольную ловушку за белых смотрите HG5 меняемся назад BC5 ну и на ход GF4 смело играем AB4 то есть в N-шпиле не рекомендуется сдвигать опорные шашки бортовые но здесь наоборот сдвигается шашка неожиданный ход теперь если чёрная игра TFG3 то партия быстро завершается ничей допустим идём дамкой на D4 ну и на ход GH2 ставим заслончик не даём чёрным пройти в дамке далее возможен CD6 CD4 AB6 BA5 BA5 или BA3 тут без разницы допустим BA7 покажу один из возможных вариантов допустим DE7 отошли напали тоже напали допустим разменялись и партия заканчивается ничьей но это один из возможных вариантов необязательных а в чём заключалась ловушка если чёрные в этой позиции сделают напрашивающийся ход FE3 вместо FG3 тогда белые уже начинают давить играем BC5 и грозим сыграть CD6 и выиграть если чёрные играют DE7 тогда мы неожиданно жертвуем шашку CD6 приходится бить только в эту сторону иначе проигрыш и белые заходят в люпки в чём заключается ловушка если чёрные сыграют EF2 или ED2 то возникают проигранные за чёрных позиций то есть белые успевают провести шашку B2 в дамке и за счёт неудачного расположения чёрных шашек белые здесь побеждают Эншпиль конечно тяжёлый за белых выигрывать но везде есть выигрыш мастера меня поймут ладно я не буду углубляться в эти окончания потому что они долгие а ничья всё таки за чёрных была такая CD6 надо было сыграть и затем поймать дамку вот это единственная ничья есть такая ловушка за белых затем какие ещё есть варианты игры в этой позиции если чёрные сразу же после BC3 меняются до E5 то у белых здесь уже в этой позиции преимущество то есть бьём B на D6 и затем меняемся назад ну и тут возможно как угодно играть можно HG3 FG3 EF4 AB4 то есть видите у чёрных застряла шашка на H8 а развиваться ей мешают свои же собственные коллеги на E5 и F6 поэтому у белых здесь довольно-таки ощутимое преимущество поэтому я люблю играть этот вариант какие ещё возможны ходы в этой позиции на ход FE5 играем BA5 ну и здесь партия быстро завершается ничьей допустим FE7 прошу прощения лучше сразу же сыграть AB2 ну и после размена CB4 можно побить вперёд можно назад тут возникают примерно равные позиции здесь всё равно играть если же в этой позиции чёрные допустим играют FG7 вот это уже ход слабоватый тогда играем B5 ну и ход FE5 уже чёрных прошу прощения ход FG5 уже чёрных ставит на грань поражения то есть после размена приходится играть HG7 мы делаем выжидательный ход AB2 ну и на ход GF6 уже нападаем CD4 видите чёрным приходится ходить за счёт этого у них позиция плохая FG5 бой бой и BC3 то есть видите шашку D8 никогда не сдвинуть из-за нападения CD4 здесь например проигрывает напрашивающийся ход GH4 тогда мы играем ED2 ну и здесь не выручает вот эта стандартная жертва HG5 потому что мы сами жертвуем шашку AB4 и нападаем ED4 приходится отходить тогда белые проводят шашку в дамке H6 допустим на ход FG3 ставим на F8 или на H8 ну и после хода GH2 играем DE3 то есть видите нет хода HG3 из-за размена EF4 поэтому позиция белых здесь выигранная но все-таки в этой позиции у черных еще была ничья B7 и после хода CB4 надо точно пойти DE7 белые отдают две шашки и могут побить на F8 видите шашек поровну но у черных шашка C7 слабенькая белые постепенно будут на нее где-то давить нападать поэтому в этой позиции у белых преимущество небольшое но преимущество так также в этой позиции плохо было играть FE5 здесь у белых также большое преимущество смотрите AB2 бьем вперед ну и на ход GF6 играем уже EF2 именно в чем идея на ход FE5 закрываемся и здесь на напрашивающийся ход D7 мы уже проводим комбинацию бесполезно играть EF4 это ничего не дает а здесь большому преимуществу приходит ход AB4 именно таким образом и затем ED4 затем бьем шашкой D4 в дамке и ловим дамку черных ну и здесь у черных есть тяжелая ничья но ее можно легко не найти например напрашивающийся ход CB4 уже быстро проигрывает играем CD4 ну и видите отходить нельзя из-за простого размена и белые затем проходят в дамке и легко выигрывают если же сыграть D5 ну просто побили назад и так же пошли в дамке легко выиграли а к ничьей вел парадоксальный ход HG5 только так и теперь еще надо сыграть именно DE5 остальное проигрывает сейчас уже белым бесполезно меняться назад GF4 из-за нападения CB4 поэтому проще всего белым здесь пожертвовать шашку таким образом и сыграть HG5 ну и здесь к ничьей за черных ведет только BC7 это ничья а вот AB6 уже проигрывает жертвуем шашку и идем в дамки и видите черные не успевают пройти в дамки белые побеждают поэтому этот вариант за черных слабенький ну и самый сильный вариант за черных это AB6 но здесь у белых тоже преимущество смотрите играем HG5 теперь на ход DE7 играем CB4 ну и тут есть два варианта после хода ED4 мы проводим удар так называемая присоска или контур удар играем GF6 приходится бить на G5 и затем играем GH4 ну и здесь черных все-таки выручает вот это тоже присосочка контур удар бьем на E7 ну и ставим дамку на D8 черные здесь играют AG7 единственный ход ну и после размена BC5 черных все-таки выручает жертву BC7 и они играют EF2 и белые победить не могут но здесь у белых тоже огромное преимущество они играют BC7 ну и в ответ на единственный ход FG7 меняются назад и здесь к ничей ведет только ход GF6 например играем тогда на H2 черных единственный ход на G5 ну и после нападения надо сыграть именно на F8 бесполезно вести шашку AB6 потому что черные сыграют FG7 затем GH8 и затем разменяют шашку H4 в ответ на F6 если же белые нападают тогда черные закрываются и партия также завершается ничей но это далеко не очевидная ничья если в этой позиции вместо GF6 черные пойдут дамкой на D4 напрашивающийся ход оказывается это уже проигрывает играем на H2 и видите стоит угроза HG5 то есть нельзя отойти дамкой по большой дороге так как будет столбняк и белые побеждают видите если же сыграть GF6 тогда белые заходят в любки ой прошу прощения ну это окончание уже выигранное за белых белые здесь побеждают за счет шашки H4 вот не было бы вот этих шашек H4 H6 это ничейное окончание а с ними это уже выигрыш тоже не буду углубляться сильно в эти позиции потому что там длинные окончания надо долго разбирать ну и наконец последний вариант если черные играют B7 тогда белые жертвуют шашку GF6 и здесь бой вперед уже за черных проигрывает играем GH4 и бьем именно на F6 ну и на единственный ход GF2 проводим комбинацию отдаем одну шашку затем вторую и прорываемся в дамки ну и тут есть два варианта если играть D3 допустим EF2 тогда жертвуем шашку ну и обрезаем черных по двойнику с выигрышем так если же черные в этой позиции играют Bc5 ну здесь тоже простой выигрыш меняемся Bc3 грозим сыграть AB6 поэтому приходится отходить CD4 тогда играем CD2 ну и на ход HG5 играем дамкой на G3 ну и на любой ход допустим GH4 уже нападаем GF2 и так же легко выигрываем вот такие интересные варианты мне удалось найти так CB4 B7 ну все таки ничья у черных в этой позиции есть после GF6 надо бить именно назад белые продолжают давку играют CD4 напрашивающийся ход черных EF6 уже проигрывает играем GH2 и на ход FE5 меняемся назад CD4 только таким образом черный играет GF6 мы DC3 ну и на ход HG7 уже играем CD4 приходится играть FG5 ну тут все заканчивается комбинацией играем GH4 GF6 HG3 приходится меняться черным тогда проводим удар ED4 и прорываемся в гамки единственный ход у черных DE5 тогда играем AB4 ну и в ответ на размен CD6 просто играем BC5 ну и черным некуда прилично пойти остается только сдаться а где же все таки была ничья а ничья была такая в этой позиции надо было вместо EF6 так отмечу красненьким EF6 так играть проигрывает надо играть именно CD4 тогда бьем шашку и у черных единственный ход GF6 назад бить нельзя из-за связки поэтому приходится бить только вперед и здесь белые победить не могут у них очень сильное давление но выигрыша нет играем ED4 приходится играть FG5 тогда играем DE5 жертвуем две шашки и заходим в люпки черным надо играть GF4 и затем FE3 белые продолжают давление играют тамкой на F6 не давая ED2 из-за простого BC5 поэтому приходится жертвовать шашку HG5 и играть ED2 ну и в этой позиции все таки белые победить не могут черные видите очень хорошо стоят никак эти шашки отъесть не получаются и партия постепенно завершается ничьей вот на такие варианты я ловил Артема я ему честно признался во время партии что я тебя тут ловлю но Артем применил необычный ход жертву CD4 и сыграл CB6 поставил меня в тупик просто оказывается простые ходы типа EF2 и FG3 или допустим HG3 и GH2 они не ведут к выигрышу за белых и мне во время партии удалось найти единственный ход ведущий к выигрышу ED2 и DC3 это все таки выигрывает но выигрыш такой далеко не очевидный Артем нашел сильнейшее сопротивление в этой позиции HG7 он пожертвовал шашку но видите у белых по вертикалям C D и E нет ни одной шашки поэтому все таки есть компенсация позиции черных за проигранную шашку черные грозят сыграть GF6 и FG5 поэтому у меня единственный ход GF2 Артем играет GF6 ну и на ход FE3 играет AB6 в этой позиции я всю голову сломал но все таки не нашел выигрыша можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых здесь ход белых далеко не очевидный выигрышный я в партии запаниковал и провел ничейную комбинацию HG5 и HG3 она не выигрывает потому что черные жертвуют шашку и успевают прорваться в дамки далее в партии было AB8 EF2 я напал черные отошли ну и после хода BC3 черные сыграли GH2 здесь у белых выигрыша нет то есть черные грозят сыграть EF6 и затем будут грозить постоянно разменом FG5 то есть партия завершилась закономерно ничьей обратите внимание что в этой позиции проигрывают ходы BC3 несмотря на лишнюю шашку черные здесь легко побеждают они играют BA5 ну и здесь возможны два хода белых на AB2 черные меняются ну и видите белым некуда прилично пойти остается только сдаться нет ходов приличных то есть на HG3 уже просто нападение идет и черные проходят дамки а белые нет если же в этой позиции сыграть HG3 тогда снова идет размен FG5 ну и на нападение HG4 просто FE7 ну и на единственный ход AB2 снова либо DC7 либо DE7 и белым несмотря на лишнюю шашку снова некуда прилично пойти остается только сдаваться так выяснили ход BC3 проигрывает B5 также проигрывает из-за удара FG7 и черные проходят дамки а белые нет снова белые проигрывают что такое с лишней шашкой друзья а к выигрышу вел парадоксальный ход HG3 но он на первый взгляд только парадоксальный на самом деле он логичный то есть белые передают очередь хода черным и заставляют их определиться и у белых везде выигрыш довольно простой допустим на ход BC5 играем уже BC3 грозим CD4 поэтому приходится играть FE5 туда меняемся 2 на 2 и белые постепенно побеждают за счет лишней шашки уж не буду в варианты углубляться если уж в этой позиции вместо BC5 черный играет FE5 тогда здесь выигрывает неожиданный ход в угол B5 видите закрываться бесполезно поэтому приходится играть BC5 тогда меняемся E4 2 на 2 и также за счет лишней шашки белые постепенно выигрывают такие интересные партии были в матче если вам понравится данное видео будет много лайков то продолжу разбор партии данного матча друзья ставьте лайки если вам понравилось видео подписывайтесь на канал пишите комментарии отвечу на все вопросы до свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках субтитры субтитры